Продолжение следует... Я готовилась по меньшей мере лет 30, потому что 30 лет я работаю врачом и собирал уникальные методы, которыми владеют люди в разных странах, в разных народах, в разных научных центрах. Но, наверное, даже наша с вами встреча готовилась не 30 лет, а, скорее всего, лет 50. И я, сколько себя помню, я хотел быть врачом. Я начну с себя, точнее, со своей жизни, потому что это как раз плавно перейдет в ту беседу и те размышления о здоровье, которые мучили и до сих пор дают мне много задач, которые нужно решать. Но я думаю, что о здоровье задумывались многие из вас. Но не каждый из вас, наверное, столько сил, времени потратил на поиски, на анализ, на испытания тех методов, которые прошел я. И вот своим опытом я и хочу с вами поделиться. Я хотел быть врачом всю свою сознательную жизнь. Сколько я себя помню, я мечтал быть врачом, потому что мама моя, она была прекрасным доктором. И, наверное, просто свою любовь, свое отношение к работе, к людям, она не навязывала, а просто передавала своим поведением, своим общением и мне. А тот момент, когда я по-настоящему захотел стать врачом, произошел действительно лет 50 назад. Мама работала в районной больнице, и я очень часто был у нее. И вот однажды, как сейчас помню, в ординаторской я играл, занимался какими-то своими делами. Рядом были врачи. Кстати говоря, в детстве я хотел стать не просто врачом, а для меня врач это был реальный человек. Всегда как бы хотел стать кем-то. И я вспоминаю, что я мечтал стать хижником. Так была фамилия хирурга. И вот я говорил, я буду хижником. Не врачом, не хирургом, а именно хижником. И вот я вспоминаю, как кругом были врачи, медсестры. А это была деревенская больница, была зима. Наверное, похоже даже как сейчас. И привезли девочку. Ну, мне было года три-четыре. И примерно такую же привезли девочку. Ее принесли в ординаторскую. И я не знаю, чем она болела. Я не знаю, что с нею было. Но когда ее привезли, пришли вместе с ней родители, она задыхалась. Она задыхалась, кашляла. У нее было такое состояние. И дети же, они все чувствуют. И вот я помню те воспоминания, до сих пор очень яркие. Когда эта девочка лежит, задыхается, кашляет, врачи ходят. И вдруг я слышу такой голос между врачами. Все, ей осталось жить несколько минут. Ее даже донести куда-то уже невозможно. А вы знаете, для меня вообще врач был как бог, который может сделать все. И здесь я просто был в шоке. То, что врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Я всегда читал, что врач, он может сделать все, что угодно. Вылечить, помочь, облегчить. И вдруг никакого даже движения не было. То есть, и вот тогда детская такая мечта была стать врачом, который бы всегда говорил, что может помочь. И девочка на моих глазах умерла. Но потом было много всего. Я лечил там и животных, и мама помогала мне, чтобы я как можно больше узнавал о врачах. Много беседовал со мной. И когда я закончил школу, то не было сомнений, кем я буду. Но здесь, наверное, стоит тоже по жизни пройтись, потому что как бы то, что сейчас имеется, и то, что откуда это все произошло, это очень связано с моими родителями. И, как я уже сказал, мама всю жизнь мечтала быть врачом. А отец был очень достойным человеком. И, знаете, сейчас к коммунистам определенные отношения. Я считаю, что отец мой был один из достойнейших коммунистов, которым можно гордиться. Потому что это человек, для которого работа была самым большим счастьем. Он всегда поднимал самые отсталые предприятия, его везде посылали. Он, с отличием, окончил высшую партийную школу и не остался на научную работу, на преподавательскую. А уехал в деревню поднимать отсталые предприятия. Так вот, я хочу сказать, что у нас, когда я учился в школе, были разные ситуации. То я был лучшим учеником школы. Потом отца перевели на новое место, где была такая закрытая база, полувоенная. И эта база была полностью в таком ужасном состоянии. И отца направили, чтобы он навел порядок. Отец наводил порядок. Школа была восьмилетняя там. И те, кто преподавали у нас в школе, это были жены тех, кого отец воспитывал, ставил на место, выгонял. И отец разбирался с пьяницами, с разгильдяями, с прогульщиками. А жены их разбирались со мной. Но когда маленький ребенок, то не всегда понимаешь, что то, что говорят взрослые, это не какая-то месть за что. Мы, дети, воспринимаем все очень прямо. И родители, тем более, меня воспитывали, что взрослых нужно слушать, взрослые – это авторитет. А я был такой шустрый парень, и меня периодически ругали за то, что я там где-то в очередь влез, не так, что-то сделал, не так. И, закончив восемь классов, а это была восьмилетняя школа, получилось так, что я закончил школу с четырьмя тройками и с удовлетворительным поведением. Собственно говоря, единственное, куда мне сказали, можно идти – это профтехучилищ, потому что ни в одно даже училище или технику меня не возьмут с такими данными. И без медицины я себя не представлял, поэтому я пошел в медицинское училище. Кстати говоря, какое-то время, когда я еще занимался в школе, родители тем, что я хочу стать врачом, очень как бы использовали это. И я вспоминаю, что даже в музыкальной школе я учился потому, что мне сказали, что для хирурга нужно разрабатывать пальцы. Представляете, я ходил в школу не для того, чтобы заниматься, а чтобы разрабатывать пальцы. И закончил музыкальную школу, но как закончил, больше никогда не сел за пианино. Ну вот, и когда я поступал в техникум, я целое лето все занимались, купались, отдыхали, а я, как проклятый, сидел и занимался, чтобы поступить в медицинское училище, которое для меня было вершиной всего. И когда я сдал экзамены, приехал домой, и вдруг получаю письмо. В письме написано, уважаемый Петр Александрович, вы знаете, вы сдали все экзамены, потому что я действительно не мог не сдать, я готовился так, как... Но, к сожалению, у нас много студентов с примерным поведением, а у вас удовлетворительное поведение, поэтому мы вас не принимаем. Я был очень расстроен, и мне пришлось ходить в школу. Это за 15 километров от того места, где мы жили. И вот я перешел в другое место, где опять стал лучшим учеником школы, любимым учеником директора, который преподавал у нас математику, физику, астрономию, и закончил школу, десятилетку, с пятью похвальными грамотами, с двумя четверками, и поехал поступать в первый мединститут. Почему в первый? Из Воронежской области, потому что я считал, и вообще максималист по жизни, мне хотелось, если уже поступать, то в первый мединститут. И вот когда я приехал поступать в первый мединститут, то документы у меня не брали и взяли документы только за три дня до экзамена. Все время мне говорили, уезжайте в Воронеж, у вас в Воронеже есть институт. И вот я поступил в первый мединститут. Закончив первый мединститут в 80-м году, я уже писал практически диссертацию, занимался гиперболической оксигенацией. Институт завидовал мне поток, потому что я поступил в 16 лет, в 22 года я уже пишу диссертацию, печатаю за границей. И уже, так сказать, на кафедре у Краснова тема уже известна, это гиперболическая оксигенация при тромбозе центральной артерии сетчатки. Я уже сижу в библиотеке, все, мечты. Ну, это 80-й год, и в 80-м году был приказ министра. Никого из них москвичей в Москве не оставлять. И вместо этого я попадаю в деревню на участок. Ну, для меня это был огромный удар, так же, как и для всех, потому что более худшего распределения, чем попасть в деревню на участок, ну, это вообще нельзя было себе представить. Я считал, что там жизнь остановилась, все, но отработал 3 года на участке, и когда занимался на участке в деревне, это было изучение различных методов лечения, и в то время я как бы нашел свой принцип поиска в медицине. То есть, приехав в деревню, я сказал себе, что я буду собирать самые уникальные методы лечения, самые уникальные, которые дают результаты, независимо от того, кто ими владеет, дедушка, бабушка, профессор, академик. И я считаю, что этот принцип дал мне очень многое. И следующее, что я себе сказал, что если кому-то поможет какой-то врач-целитель, которому я не смог помочь, я постараюсь попросить этого пациента, чтобы он направил меня к тому, кто смог помочь. Не я, а кто-то. И вот когда я работал уже в деревне на участке, я был членом партии, то самая большая проблема была уехать, чтобы были свободные дни, потому что отпуска было мало, материала было, и людей, с которыми встретиться было много, и поэтому приходилось и сдавать кровь, и где-то отрабатывать, и где-то дежурить. И вот я считаю, с тех пор начался тот путь сбора информации, медицины, до которого сейчас я дошел. То время было сбора таких методов лечения, как лечение травмами, фитотерапия, закаливания, лечебно-верховая езда, голодание, живая-мертвая вода, талая вода, лечение сном, организация групп здоровья. Причем очень интересно было, что мою группу здоровья все, так сказать, в городе уже знали, потому что они там собирали какие-то травы, куда-то ходили, обливались, занимались. И вообще, конечно, если сейчас повернуть всю жизнь назад, то, наверное, я бы, ну, какие-то моменты немножко изменил, но в целом я оставил бы всю жизнь как есть, то есть прошел бы тот путь, который мне не хотелось проходить, но жизнь просто заставила. На участке получилось так, что у меня мне дали ну, самый такой нерискованный участок, потому что когда заканчивает мединститут врач, то, несомненно, вначале ему дают тех пациентов, на которых он может потренироваться. и мне дали участок с пожилыми людьми. Ну, кстати говоря, нужно еще рассказать об одной ситуации, которая для меня была тоже очень важна. я проходил интернатуру в Воронеже, и там познакомился с очень интересным врачом, это личным врачом начальника Юго-Восточной железной дороги, и ей понравилось и то, чем я занимаюсь, и, так сказать, то, как я относился к пациентам, она проходила специализации по иглотерапии. В то время иглотерапия только ну, говорить, только начиналась. Это был действительно 80-й год, и по жизни у меня получается так, что когда все начинают заниматься этим, я уже прохожу и ухожу дальше. И поэтому 80-й год это начало, так сказать, рассвета или зарождение такого рассвета иглотерапии. Она проходила специализацию и в Китае, и у Табеева, и у Луфсана. И она предлагала мне пройти специализацию лучших специалистов. Единственное, нужно было полгода, чтобы дал отстрочку главный врач в той деревне, где я работал. Но главный врач сказал, нам нужны участковые терапевты. И, так сказать, опять для меня такой второй удар серьезный. А в семье у нас было принято, что для мужчины основной это работа. Семья это очень важно, несомненно, и у нас семья была очень хорошая, прекрасная семья. но у мужчины мужчина должен быть мастером. Ну вот, и поэтому вот эти удары один, второй, третий, то есть я вроде поступил в первый мединститут, а потом там деревня, деревня, ну, в то время как раз читал и Булгакова, и читал мастера и Маргариту без то, что было вырезано, и в те времена занимался и массажем, и, кстати говоря, лечением сильными такими препаратами, как сулемой, грибами, мухоморами, ну вот. И попадаю в деревню, на участок, и вот здесь, знаете, есть те встречи, те события по жизни, которые, которые не просто важны, а без них как бы вот все остальное было бы не столь важно. Я видел, работая на участке, как умирают люди, как некоторые умирают, а некоторые уходят из жизни. И вот когда мы с вами будем заниматься третьей медициной, то в третьей медицине есть смерть, когда человек умер, а есть, когда он ушел из жизни. Его помнят, а если о нем помнят, то этот человек остается живым, потому что мы подойдем к этому чуть-чуть попозже. ну вот потом три года на участке в Москве, потом я попадаю в институт рефлексотерапии, пишу диссертацию, практически готовая диссертация, и в это время начинается частная практика. И я одним из первых врачей, а может быть даже первый врач в Москве и в стране, который занялся частной практикой. Вечером я услышал о том, что частная практика начинается утром, я уже был в исполкоме, и в свое время на Сретенке у меня был свой особняк 18 века, но я выбирал из 15 или 20 домов, но выбрал, что нужно одному человеку. И выбрал маленький домик, где-то 80 квадратных метров на Сретенке, но не был настолько дальновидным в этой области, потому что снесли дом, и у меня его уже больше нет. На самом деле он был такой, как близкий мне, как родной. И вот работая еще в институте рефлексотерапии, я попал в лабораторию болевых синдромов, и уже из института стал объезжать очень много разных врачей, целителей. А волей судьбы случилось так, что я вылечил двух человек. Один работал в Совмине завсектором. Вначале Литва, Латвия, Эстония, потом Молдавия, Украина, потом Узбекистан, Касахстан, Киргизия. И поэтому по этим регионам я мог ездить и получать ту информацию, которую не каждый человек мог получить. И второе, получилось так, что я вылечил еще одного человека из комитета, который тоже мне очень много помогал. Именно в сборе тех материалов и тех нахождений тех людей, которые по-настоящему делали уникальные результаты. Ну и как вы понимаете, что здесь у меня как раз появилась та возможность, о которой можно было мечтать. То есть это и подбор уникальных специалистов, и возможность, чтобы эти специалисты, ну мы говорим, в некоторых случаях не были рады тому, чтобы меня чему-то научить. Это были самые разные специалисты, это был и Касьян, и Бабнаня, и масса других людей. В это время я объехал практически весь бывший СССР, от Дальнего Востока до Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Украины, Узбекистана, Казахстана. Так волей судьбы сложилось, что основное, чем я занимался, это были болевые синдромы. Это лечение суставов, позвоночников, это была и возможность разной, разнообразной переводной литературы, которая была в медицинской библиотеке, в Ленинской библиотеке, в нашей институтской библиотеке. Собирался очень большой материал, и знаете, я вообще очень рад, что я живу в это время, в этой стране, я считаю, что это огромное счастье, и возможность, и шанс, потому что многие ругают время которое было, говорят, что это время было застоя, но, наверное, как и в пруду бывает время застоев, в которые живут определенные рыбы, такие как карп, карась. Я считаю, что вот те возможности, которые я использовал, сейчас их даже уже использовать невозможно, потому что ведь несколько поколений разных, самых разных народов, самыми различными традициями, культурами, вероисповеданиями изучали русский язык, причем они не просто его изучали, не чисто механически на уровне общения, а глубоко, так, чтобы понимать друг друга, и я учился у личного врача китайского консула в Андижане, у преподавателей пекинского университета в Ташкенте, занимался остеорефлексотерапией у профессора Янковского, ну, очень много людей, которые изучали русский язык, и благодаря русскому языку я считаю, что в России произошло уникальное событие общечеловеческое, когда объединились, и не просто объединились, а взаимоусилились традиции, культура, знания, поэтому сейчас я считаю, что вот сейчас кризис, и страна в основном зарабатывала деньги нефтью, газом, я считаю, что самый большой потенциал это тот интеллект, та культура, тот моральный, духовный потенциал, который есть в нашем народе, я не хочу сказать, здесь национальный какой-то, а благодаря русскому языку, ведь, наверное, нету, ну, действительно нету ни одной страны, если взять Америку, то это, в принципе, очень молодая страна по сравнению с нами, то есть, это вообще ребенок, да и народ там собирался без корней, без традиций, да и, все традиции, которые там были, корни, они уничтожены, все заново, а у нас же это все сохранено, и вот Москва, наше время, время до перестройки, перестройка сейчас, это время очень быстрых, мгновенных событий, глобальных изменений, и я считаю, что Россия, особенно Москва, это такое самое живое место на земле, которое и есть. Я сразу же хочу сказать, что мы будем с вами общаться, я не хочу кого-то учить, я не хочу кого-то лечить, я даже не хочу кому-то помогать, я хочу размышлять вместе с вами, и цель нашего общения заключается в том, чтобы создать определенные условия, чтобы каждый из вас смог справиться с какими-то проблемами, смог подойти к тому, чтобы справиться с проблемами, или чтобы появилось сомнение в том, что ты не можешь справиться с теми проблемами, с теми задачами, которые поставила перед тобой жизнь. Ну, вот, собирая большой опыт, опыт где-то к 86-му году был накоплен он очень большой, и я работал с жадностью, я действительно жадный, я считаю, что это хорошее качество быть жадным к жизни, к знаниям, к любви, к общению, потому что жадность всегда как бы подразумевает и щедрость. Вот, скупых и расточительных я не люблю, а вот жадных, которые с трудом чего-то добивался, зарабатывал, с жадностью брал, у него очень тяжело отнять, но, и, кстати говоря, некоторые знания, которые я получал, некоторые мне передавались, некоторые я обменивал на свои знания, некоторые знания отнимал, некоторые в хорошем смысле воровал, потому что знания это богатство, и если знания те, о которых знают уже все, они уже перестают иметь ценность, и поэтому когда что-то становится общедоступным, общеизвестным, оно уже потеряло ценность, значит, есть более глубокие, более сильные, более действенные знания, которые могут давать какие-то серьезные изменения, ну вот, и поэтому наступил 86-й год, этот год был для меня очень тяжелым, потому что набран был огромный материал, огромный материал, даже сейчас я так вспоминаю, огромный материал, и этот материал был разбросан, то есть это был разрозненный материал, что знаете, как в тот момент у меня был огромный кризис, и кризис заключался в следующем, что изучая различные методы лечения, я просчитал, что лечение радикулита, принципиально разных методов лечения радикулита, существует около полторы тысячи, полторы тысячи способов лечения радикулита, а я занимался и различными направлениями в мануальной терапии, и хиропрактика, и мануальная терапия, и остеопатия, это были различные массажи, точные массажи, переостальный массаж, и фасциальный массаж, и различные дыхательные гимнастики, восточные гимнастики, йога, то есть были самые разные методы, и прижигание, компрессы, компрессы там с хлебом, со скепидаром, со стружками, с уксусной кислотой, стимулин D, ну, я даже не буду перечислять все, и закаливание, и лечение холодной водой, и есть специальное лечение радикулита там ледяной водой, и голоданием, и различные аппаратные вытяжения, иглотерапии, с электростимуляцией, без электростимуляции, к нам в институт приезжали в лабораторию китайцы, мы могли в то время вызывать китайцев любого уровня, китайцы, вьетнамцы, корейцы, причем были такие методы лечения, которые меня просто вводили в шок, когда, например, делали иглу, и иглой доставали до зрительного нерва, то есть, когда отводят так глаз в сторону, и вдруг раз туда вводят иглу на огромную глубину, то есть, просто в шоке, когда брались иглы где-то сантиметров двадцать и вводились внутрь куда-то в органы, то есть, я просто смотрел, был в шоке, были огромные толстые иглы, были тончайшие японские иглы, и, кстати говоря, было очень много разных аппаратов электростимуляции, знаете, очень интересно, через нас проходило очень много аппаратов, и американских, и японских, лучше всех работал маленький приборчик, который нам больше всего нравился, который использовали вьетнамцы в полевых условиях, в боевых условиях, равных ему не было, до сих пор вспоминаю. Ну вот, в то время я занимался и лечением лазера, сейчас он, так сказать, стал известным, но уже даже отходит, потому что каждый метод лечения имеет свои плюсы и иметь свои минусы, но к этому мы тоже немножко подойдем. И вот 86-й год это год кризиса. Вы знаете, говорят, что есть такая притча, что ослица, у которой было два пучка с сеном, сдохла от того, что не знала, какой пучок съесть. А теперь представьте, что этих пучков больше тысячи. Наверное, больше тысячи способов, причем это были не просто способы, которые я изучал, я каждый способ пропускал через себя. Ну, наверное, был запас определенного здоровья, лет до 15 я вообще ничем не болел, и поэтому я безжалостно так себя погладить сейчас уже, погладить, безжалостно, считая, что в моем организме бесконечное количество здоровья, сил, гармонии, уверенности, оптимизма. Всем этим я делился, отдавал, и все методы, которые я применяю с пациентами, я испытывал на себе. пациенту, когда что-то я говорю пациенту, я знаю, что он чувствует, я знаю, что будет дальше. И есть такая притча, которую я расскажу немножко попозже. Я там уже был. то есть если я веду пациента, то я, наверное, имею право в некоторых случаях говорить о том и разговаривать с пациентом на равных. И не только сверху, но и снизу. Не только в подъеме, но и тогда, когда человек падает. И вот в 86-м году наступил кризис, когда я не знал, что делать с пациентами. Ко мне приходили люди, я садился, и знаете, это страшное состояние, когда приходит пациент, а ты сидишь и у тебя масса разных препаратов, методик, и ты просто теряешься, что делать с пациентом. Ведь даже, например, лечение радикулита, одни говорят, нужно через боль, вторые говорят, нужно так, остеопаты говорят так, мануальщики говорят так, один специалист говорит так, другой совсем по-другому. А есть обезболивание, а есть прижигание, а есть иголки, а есть электростимуляция. А есть еще там экстрасенсы, которые говорят, что это с этим связано, а некоторые говорят, что нужно делать только операцию. Ты не знаешь, что делать. И это, наверное, даже страшнее, страшнее того момента, когда ты вообще не знаешь, что делать, и когда ты знаешь массу методов и не знаешь, какой применить. Но всегда говорят, что нужное, нужный человек, нужные знания приходят тогда, когда наступило нужное время, когда ты что-то сделал. и вот в то время я встретил человека, который мне своим общением дал очень много. Это Георгий Сергеевич Синицкий. Действительно, встреча с этим человеком очень многое поменяло во мне. но это действительно человек, который иногда говорил какие-то мысли и какие-то размышления, какие-то высказывания. Над этими высказываниями я несколько месяцев думал, иногда и годы. Иногда у меня были такие моменты, когда я задавал себе вопрос, а ответ находил в какой-то книге. Вдруг думаю, а, лет 15 назад я себе задал вопрос, положил, где-то на подсознании и вот сейчас он появляется. Я в то время занимался разными воинскими искусствами, это были там разные школы. Тогда я считал, что иглотерапевты, люди, которые занимаются восточными гимнастиками, люди, как врач должен быть примером, должны быть идеально и абсолютно здоровы. и когда я встретился с Георгием Сергеевичем, то это был далеко не здоровый человек. Ну, я думаю, что это не секрет, потому что, так сказать, многие люди об этом знали. У Георгия Сергеевича не работали почки, он был на искусственной почке, в то время еще был гидроторакс, гидроторакс это тогда, когда легкое поджато, воспаление, и как бы ко мне пришли, привели как к такому известному в то время врачу, я посмотрел, и когда мне сказали, что это великий мастер, и все, я так посмотрел, и думаю, какой это великий мастер, он больной, он хилый, он вообще, так сказать, то есть, у меня даже где-то было какое-то, ну, такое, очень, не просто скептическое, а сверхскептическое отношение, но ребята, которые окружали его, все-таки уговорили меня прийти там на тренировку, и когда я пришел, ну, во-первых, там, я был в школах, где люди там делали шпагаты, прыжки, там, какие-то умопомрачительные вещи, вдруг я увидел простых каких-то людей, где меня поставили вместе с какой-то женщиной, у которой больные суставы, то есть, я смотрел, я просто считал, что надо мной просто издеваются, и так сказать, но меня удержали те слова, которые там говорились, и, кстати говоря, для тех слушателей, я не хочу сказать слушателей, для вас я не показываю сейчас какие-то методы лечения, хотя у меня есть книги, кому-то интересно, просто совет, он может зайти почитать советы, как там, какую траву применить, какую воду пить, еще что-то, но мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что иногда слова во много раз сильнее действуют, чем любые травы, любые методы лечения.